Доставай свой корсик. Я увижу, какого цвета у тебя кишки, прежде чем погаснет этот роман. Мы всех приветствуем, дорогие гости и подписчики нашего канала. С вами, как всегда, Сергей. Макс. Наш друг и соратник Гоша. И поговорим мы сегодня о ножах. Ну что ж, как бы это сказать? Максимально быстрых ножах. Быстрых ножах. Быстрых, быстрых ножах. Поговорим мы с вами о ножах. Автоматических, полуавтоматических. Так как объединим это все общим термином «выходные ножи». Ну вот этот нож самый быстрый. Наверное. На Диком Западе? Нет, он красный. Красный – это всегда быстрый. Так, прежде чем говорить о чем-то подробно и тезисе, давайте все-таки о том, какие бывают типы автоматических, полуавтоматических ножей. Да, и приблизительно о том, что будет в ролике. Ну, самый распространенный автоматический нож – это нож фронтального выброса. В данном случае у нас LVR от компании Kershaw. Второй вариант автоматических ножей – они же полуавтоматические. Это кнопочные ножи с боковым выбросом. Либо классические стилеты. Принцип такой же, тоже можно сюда отнести. Нож выкидывается сбоку рукоятки, используя кнопку. Ну и… Ну, условно. Да, натянув сову на глобус, к полуавтоматам можно отнести ножи с ассистом. Ну, на самом деле, почему технически? Это пружина, которая толкает его при открытии. Да, здесь нет кнопки. Вы толкаете тот же шпинек или флиппер, но пружина делает за вас, собственно, всю работу. То есть, если автоматические фронтальные ножи у нас ограничены длиной клинка 89 мм, то ножи с боковым выбросом этим параметром не ограничиваются. Потому что нож, ну, законодательно все-таки к автоматическим не относится, а тем не менее скорость открытия такая же, как и есть. То есть, его 14 см клинок можно использовать. Разберем основные факты о выкидных ножах. Так? Автоматических. Ну, полуавтоматических. Ну, собственно, попробуем посмотреть, что они из себя представляют и зачем все это нужно. А может быть, еще что-нибудь и разберем. Непременно разберем. И даже потестим. Даже жестоко потестим. Обязательно смотрите, что будет. Итак, в чем же, так сказать, ключевые, так сказать, отличия и факты такого ножа? Я все-таки настаиваю на том, что это быстрое открытие. Не согласен. Ну, я всегда не согласен. Допустим, я согласен, что для большинства обычных людей скорость, с которой открывается нож, в общем-то, совершенно мало интересующий фонар. Ну, по большому счету, едешь ты на работу, не знаю, там, что-то делаешь. Тебе прям вот для того, чтобы зарезать тортик или пиццу надо, чтобы он максимально быстро открылся? Наверное, нет. С другой стороны, люди же покупают внедорожника, ездят на нем по городу, по асфальту, никогда не выезжая, так сказать, на грунт. Такое, кстати, да, довольно часто встречается. Кто-то покупает спорткары, которые там за секунду разгоняются до сотни километров и не участвуют в уличных блоках. Да, может быть, не так важно с какой скоростью, но... В современных реалиях скорость открытия ножа не важна чаще всего. Шашлык от тебя убегает резко, но приятно осознавать, что вы можете сделать. А шашлык на какой стадии от тебя убегает? Когда он был на мангале или еще на моменте подготовки? Первый мой тезис – это быстрота открытия. Согласны вы с ним или нет? Давайте обсудим комментарии. Сережа не особо согласен. Нет, это всегда приятно, когда нож легко и весело быстро открывается. Следующим тезисом, утверждением, фактом о выкидных ножах – вопрос безопасности. Поясню, что я имею в виду. Для всех ножей с фронтальным открытием есть такая конструктивная особенность. Если в процессе открытия клинок встречает какое-то препятствие, вы будете бумагой или ткань в вашем кармане, он делает вот так. Соскакивает тяг и не открывается дальше. То есть, вы защищены от того, чтобы он в кармане открылся и пробил вам вашу любимую ногу. Видите, какая штука? То есть, это не в том смысле, что есть какой-то встроенный специальный предохранитель. Нет, это общее место, конструктивная особенность ножей с фронтальным способом открытия. Ну, в целом, да. Я с тобой соглашусь, это не предохранитель, хотя многие считают, что это конструктивно. Специально задумано, и его, типа, ставят специально на российские ножи. Нет, это по всему миру. Тут, видите, на самом деле, дыдочки в бумажном стакане какие-то такие появились. То есть, порезаться этой штукой вы можете, но нанести какую-то глубокую рану, ну, то есть, прям вот пораниться в полный смысл слова, проткнуть себе что-нибудь. Тем более, любимую ногу. Любимую правую или левую ногу? Есть один момент такой. Смотри, хорошо, он у тебя в кармане сработал и не проткнул. Но вися в кармане, клинок все равно будет... Ну, я же... Если мы этого не заметили, надо быть аккуратным. То, что пропороть ты все-таки при неудачном движении не можешь. Ну, можно, но в любом случае шансы снижаются. С другой стороны, что должно произойти, чтобы случайно в кармане вот эта кнопка, которая требует усилия, подалась и нож выполнил? Ну, вдруг. Автоматический нож чаще всего тоньше, легче и, как следствие, изящнее, чем ножи обычные, складные. Почему? Ну, просто в силу конструкции. Здесь нет каких-то лайнеров несущих, здесь нет вот этих вот необходимости каких-то крупных замков, фреймах, запирающих устройствах. Он всегда тонок, легок и изящен. Ну, как правило, узок, я это, наверное, даже сказал, чаще делают относительно узкие ножи. То есть, вот эти два, это, наверное, у нас выбивающие из описи стилистики толщины ножа ширины. А вот по толщине, слушай, можно, конечно, поспорить, тем не менее, есть и такие тонкие ножи. Я сказал, большинство. Чаще всего они, конечно, больше, объемнее, ввиду того, что нагрузки в другой плоскости идут, и требуются дополнительные лайнеры, замки и прочее, они добавляют толщины. Тонкость, легкость и изящность конструкции, что, в свою очередь, делает его в плане носибельности, носимости, с любым образом, что casual, что каким-то классическим или деловым, абсолютно уместно. Ну, в целом, да. То есть, ну, в зависимости, наверное, от формы ножа. Танто назвать деловым, в дозу, наверное, сложновато тут. Это деловый танто. А вот бретр, кстати, очень даже элегантный, аккуратненький. Элегантный нож с сочным щелчком. Единственное, слушай, за что мне в целом вообще автоматически нажимается, это щелчок, с которым открывается клинок. Ну, может быть, мы тогда обозначим отдельным пунктом звук. Так вот, у Zip есть патентованный звук? Да, ну, здесь он едва ли патентованный. Он не патентованный, но приятно. Но сам момент тупо прощелкать ножом. Успокаивает. Следующее утверждение, факт и прочее, это кинематографичность, так сказать. Ножи с подобным типом открытия часто и герои кинофильмов. Поспорить с ним, в этом смысле, наверное, может только какой-нибудь балессон. Ну, да, где-то 50 на 50, скорее всего. Но самый из них, наверное, часто встречаем, это такого плана стилет. Наверное, ну, какая-то плюс-минус такая история. Нож поваров, которые пакет с мукой им открывают. Так что, да, то есть первые вот эти стилеты в итальянской мафии, они, наверное, были раньше, стали такими знаковыми отличительной особенностью клана Сопрано и прочего. Позже появился Джон Уик с фронталкой, Джокер. Теперь вот что интересно, на мой взгляд. Я не знаю почему, но ножи, автоматические ножи, особенно ножи всякие скоростного открытия, они почему-то во многих странах воспринимаются как некую угрозу, потому что запрещены они обороты в очень большом количестве стран. Это почти по всему миру. Даже, собственно, в Соединенных Штатах. Казалось бы, родине того самого ножа с фронтальным открытием в огромном количестве штатов они или запрещены, или обороты жестко ограничены. Ну, либо ограничены сильно по размеру, еще больше, чем у нас. Не знаю, Германия, Великобритания, Испания, не знаю, там Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Японии, Китай, Канады. Автоматические ножи под запретом. В 50-х годах начали появляться автоматические ножи, и, по-моему, разговор был как раз о стилетах как таковых. Появились у них бюджетные модели, и уличные банды усиленно начали им вооружаться. Но он же довольно-таки быстро стал криминализированным, потому что ассоциировался с уличными бандами. И журналисты при помощи пары сенаторов начали раздувать эту идею. И попытались ограничить оборот, дабы... Оберечь мирных граждан. Оберечь мирных граждан, да, и снизить возможность бандитов приобретать данные ножи. Уровень преступности не снизился, а запрет в итоге появился. Все ножи с автоматическим открытием имеют в российских районах жесткое ограничение по размеру. Они все длина клинка до 9 сантиметров. Но чаще 8,9 миллиметра. Чаще 8,9. Совершенно верно. С чем связано? Не знаю. Скорее всего, с тем, что ввиду того, что А открывается быстро, Б... Размер клинка, с точки зрения законодателей, это опасная такая условно-хулиганско-бандитская история. Это опасная глубина проникновения клинка до сердца, грубо говоря. Все серьезно? Насколько я помню, да, то есть это... Почему 9 сантиметров, собственно? Ширина ладони растет оттуда же, что вот, типа, приложили. Хоть это и индивидуальный параметр у людей, но считается, что 3-х сантиметров до 9 сантиметров до сердца не даст состояния эффекта. А почему именно были сонги и фронталки, как вариант еще из-за того, что они не всегда прям похожи на нож. Они, ну, господи, просто плашка. Клипсы, не клипсы, кнопка может быть ползунком, может быть просто кнопочкой. Вот это более... То есть внешне, обычный складень, все-таки нож в себе выдает быстрее, чем какой-то маленький такой фронтальный. Чтобы вы понимали, измерение идет, ну, вот в данной конструкции ножа, вот скос, идет от самой крайней точки рукоятки. То есть линейку прикладывается до этого места. Здесь он по-любому будет длиннее. Измерение отсюда до кончика. Будет 89. Если 9, уже нельзя. В такой форме, когда у нас есть полукруг, измеряется вот от этой точки, от середины в данном случае. Далее. Пункт для многих неочевидный. Пункт шестой. Это высокая надежность ножа автоматического. Многие скажут, пружины какие-то тягивают, это все, и оно же сломается непременно. А вот и нет. Нож, нож с фронтальным, даже с фронтальным открытием, максимально сложная конструкция по сравнению с любым другим. Ну, в целом, да, соглашусь. Деталей много. Больше деталей. С нервной точки зрения, бывает больше вопросов. С точки зрения прочности, конструкция довольно-таки надежная. Более чем. То есть, на самом деле, мы сейчас продемонстрируем, что имеем в виду. Этим занимались не только мы. Это вот, поверьте на слово. Конструкция надежная и проверена. Вот сейчас погнали похулиганим. Как обещали, похулиганим к вопросу о надежности конструкции ножа с автоматическим открытием. Ну, к вопросу о надежности ножа с фронтальным открытием. Пожалуйста, заколотили в пенек. Без всякого рудопоследствия конструкция продолжает работать. Далее, наверное, имеет смысл поговорить про то, что уже упоминалось. Потому что вроде бы сложно, дико сложно, а на самом-то деле нож автоматически устроен довольно просто. Мы обсуждали с тобой надежность конструкции, как раз зачем мы делали тесты. Сейчас давайте разберем и посмотрим, в чем же проблема. Но разбирать бы он на основе, я думаю, фронтального ножа все-таки. Ну, как и не более сложного. Да. Посмотрим его устройство, что, почему, заодно и посмотрим определение предыдущих тезисов по поводу тонкой конструкции. Я понимаю, что обычному человеку, подаваться в подробности устройства, чего бы то ни было, хоть ножа, хоть компьютер, хоть автомобиль, не очень это неинтересно. Лишь бы ездил, лишь бы работал, лишь бы открывался, закрывался и резал данным следующий. Ну, и в цену, да, для большинства данная информация не имеет возможности. Вот как бы, нет, с другой стороны, есть определенная категория особо одаренных граждан, которых все надо своими руками дойти. Да, такое тоже бывало, когда приносят коробочку, извините, ой, а у тебя в коробке просто набор деталей, человек решил посмотреть, что же там у него внутри, а собрать обратно не получилось. Вот такое тоже бывало. Ну, то есть, а бывает так, что человек, которому не хочется, по какой-то причине пришлось это сделать. Ты тоже там, ой, пружинка уцвистела там куда-то там, и сидишь, ё-моё, что же я сделал-то? Короче, ладно, это замечание, это вот часть видео как раз для обоих категорий граждан. Вот для того, чтобы разобраться с ножом автоматическим, не надо иметь там 7-5 во лбу и высшего технического образования, достаточно некоторой усидчивости, терпения, как бы, там... Аккуратности. Аккуратности прежде всего. Ну, собственно, вот оно, каково устройство ножа изнутри. Еще один момент, да, для чего это всегда делается. Любой нож, будь то фронтальный, либо с боковым выбросом, нужно обслуживать. Поэтому у нас есть отдельная графа тоже, да, то, что требует бережного обращения с собой. Ввиду особенностей конструкции, которые мы рассмотрели до этого. Фронтальный нож закрытого типа, и есть вот это вот отверстие, откуда выходит клинок. Единственное место, каким образом внутрь может попасть грязь. При переноске в кармане она туда и попадает. То есть всегда в штанах есть в кармане волокна, ткани, там пух какой-то, еще что-то. Он попадает внутрь, если там есть смазка, он налипает, со временем механика ножа снижается. Его нужно регулярно промывать. Поэтому показывали, как это делать, да, разобрав нож, можно продуть сжатым воздухом. Если есть, это тоже допустимо. Тут, на самом деле, смысл в чем? То есть, ну вот там, пощелкали мы ножом, порезали, как говорит Сережа, там условное яблочко, часть сока попала туда, все это в скупе со смазкой и, собственно, пружинами работает, как некий пылесборник, который рано или поздно забивается, залипает, и он на дне. Поэтому, грубо говоря, порезали что-то ножом, не принято. К любому ножу относится, просто к фронтальке и любому другому автоматическому ножу, это относится, что называется, X2. А где-то там взяли, протерли клинок, и после этого, бога ради, щелкать и дальше. Это убережет от того, что его придется, не знаю, как-либо часто обслуживать. То есть, это не недостаток. Это просто понимание того, что предмет работает так, как бы. Соблюдаем эти правила, и нож продолжает работать там долго и счастливо. Что касаемо даже не фронтальных ножей, здесь есть витая пружина, как правило, и она от того же сока залипает и перестает раскрываться. То есть, ножик очень медленно открывается и прочее. Часть этой проблемы можно решить горячей водой с раствором ферри. Просто его туда положив, размочив и поработав ножом. И ключевой момент при обслуживании, кто бы что ни говорил, любой двигающийся механизм, где есть элемент трения, требует смазки. Тонким слоем, но это необходимо. Не надо лить в фронтальные ножи кучу смазки, типа будет лучше механика. Со временем в перемешке с пухом это все закоксуется, отвердеет, и механика будет чуть хуже, чем была для этого. Ну просто чем больше там смазки, тем больше он соберет на себя всякого рода мелкие фракции, пыли, пуха и всего остального, это неизбежно. И тогда начнутся проблемы. Ну что ж, не будем ходить вокруг да около. Это был наш коротенький обзор на ножи с автоматическим открытием разных конструкций. Что можно сказать? Скорость, безопасность. Скорость открытия. Компактность. Компактность. Скромный вес. Приятный щелчок. Харизматичность. Кнематографичность, я бы это так назвал. Простота конструкции. Два в одном. Делают эти ножи, на мой взгляд, вечной классикой в ножевом мире. Да, пока запреты не пошли дальше. Друзья, любите ножи, любите себя. Легкого реза. До свидания. Продолжение следует...